В ходе спецоперации, проведенной ЦАЛом и Шабаком, сегодня освобожден еще один израильтянин Каид Фархан Аль-Каиде, который провел 326 дней в плену Хамаса. Добрый день, это канал Швили Фэмили Исраэль, меня зовут Юля, на этом канале я рассказываю об Израиле, а также о той волне антисемитизма, которую мы наблюдаем за последние 10 месяцев. И сегодня наш день начался, точнее продолжился с очень радостной новости. Наши спецслужбы смогли освободить еще одного заложника, который находился в руках у Хамаса 326 дней. Освободили они его из туннеля, и находился он в этом туннеле один. Был он захвачен 7 октября, работал он тогда охранником на заводе, завод упаковки, это была его смена, и отец 11 детей был захвачен в плен Хамаса. Стоит подчеркнуть, что Каид, он проживал в бедуинской деревне около города Раат, и, как я уже сказала, отец 11 детей, и поэтому как раз-таки можно очень четко и ясно показать отношения израильтян, не важно, кто они, евреи или арабы, сегодня был освобожден именно житель бедуинской деревни, доставлен в больницу Сорока, и в больнице Сорока уже было видно, что он выходит на своих двоих, приземлился туда военный вертолет, и на своих двоих Каид вышел и прошел до кареты скорой помощи, который уже там стоял, чтобы провести его на дальнейшее обследование, и, конечно же, вся семья уже была около больницы Сорока после того, как они получили радостное известие о том, что Каид освобожден из плена. Сейчас пока что нет никаких данных, как проходила эта спецоперация. Наша военная служба, наша военная разведка говорит о том, что нужно это все как можно больше, как можно дольше сохранить в секрете, чтобы это помогло освободить наших заложников, которые до сих пор находятся там, в плену Хамаса. 108 человек до сих пор находятся в лапах у этих нелюдей. По поводу Каида, по поводу его семьи, как я уже сказала, он из бедуинской деревни, которая находится недалеко от города Рат, это юг страны, совсем далеко от города Бершева, куда он был доставлен. Сейчас он проходит медицинское обследование, его братья уже выкладывают фотографии, и вот эти фотографии здесь видно, что Каид, его состояние оценивается как удовлетворительное, и, конечно, уже в дальнейшем, в будущем мы узнаем, как он находился один в туннелях, был ли он там все время один, переводили ли его из места в место, это то, что мы узнавали в процессе того, как освобождали наших заложников. Скажу лишь, что силами ЦААЛа были освобождены наших 8 израильтян, 8 заложников. Первой была наша военнослужащая Ори Мегидиш, потом в феврале месяце были освобождены Фернандо Симон Марман и Луис Ар, не освобождены, а точнее спасены, и операция Арнон, когда были освобождены четверо израильтян, прошла в июне, но Аргамане, Аль Могмейрджан, Шломи Зиф и Андрей Козлов были освобождены в рамках той спецоперации, и вот сегодня новость, что еще один израильтянин вернулся к своей семье, семья освобожденного уже сказала, что они надеются, что остальные 108 израильтян вернутся домой. Мы знаем, что среди 108 израильтян, которые находятся в плену у Хамаса, к сожалению, 40 человек уже считаются официально погибшими, об остальных пока что мы не имеем никакого понимания, по крайней мере мы обычные люди, может быть разведка, спецслужбы, у них есть больше данных. Мы, как обычные израильтяне, пока что не знаем, что с ними происходит. Так же, как и родственники сегодняшнего освобожденного 52-летнего Каида тоже не знали, что с ним происходит, не знали, жив ли он, мертв ли он. И вот такая вот весть сегодня поступила в их семью. Они уже связались со штабом похищенных семей, выразили, конечно, свою радость, потому что, ну, во-первых, этот штаб, это стало еще одной большой семьей, они все объединились, они все поддерживают связь друг с другом, и, конечно, рады возвращению любого человека в Израиль. И эта радость распространяется на всех родителей, на всех детей. 11 детей сегодня встретили своего отца в больнице Сорока. Говорят, что не очень много времени займет его восстановление, потому что мы видели, что он выходит на своих двоих. Вот первые кадры, как он выходит из вертолета на посадочной площадке больницы Сорока. Во время пресс-конференции, которую провел Даниэль Агарри, это пресс-секретарь ЦААЛа, конечно же, был задан вопрос, были ли бои во время освобождения заложника, на что он отказался отвечать. Он сказал, что эта информация может помешать дальнейшему развитию событий и дальнейшим планам нашей службы разведки. Также он сказал, что информация, которая будет получена сейчас от КАИДа, она поможет для дальнейших действий армии, для дальнейших действий нашей разведки. Поэтому сейчас нет информации, которой можно поделиться. Вот то, что можно сказать, то, что можно увидеть, это уже показано и это сказано. Это был канал Швили Фэмили Исраэль. С хорошими новостями сегодня из Израиля. До встречи здесь. Пока-пока.